16 июля в округе официально стартовала экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега». В ней приняли участие представители органов власти, компаний-недропользователь и городских ТОСов. Акция проводится в России ежегодно, начиная с 2014 года, в рамках реализации национального проекта «Экология». Ее участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега водоемов от грязи, мусора, а также отходов производства и потребления. Сегодня деятельность человека привела к тому, что в 70% рек России вода не годится для питья и опасна для купания. На берегах создаются и разрастаются мусорные свалки. А ведь вода – источник жизни, природа – наш общий дом. И наводить порядок в своём доме должен каждый. Вооружившись перчатками и мусорными мешками, сотрудники профильных ведомств вышли на уборку береговой территории. Для каждой из них определён свой участок. Экологический десант Департамента строительства ЖКХ, транспорта и энергетики Ненецкого округа возглавил заместитель губернатора, курирующий данное направление. Общими усилиями привели в порядок берег около городского моста. Чтобы люди видели чистоту природы, красоту природы, поэтому непосредственно будем принимать участие в этой акции. До тех пор, пока сделаем берега чистыми. И пользуясь случаем, хочу обратиться к людям, если вы отдыхаете на берегу, то просьба оставлять после себя ту же детственную чистоту, на которую вы приходите. Потому что природа без помощи человека не может, к сожалению, очиститься. Всем нам хочется видеть наш город и его окрестности чистыми и ухоженными. Поэтому в эти дни многие хотят внести свой посильный вклад в наведение порядка на берегу водоёмов. В наших интересах и в наших силах беречь окружающую нас природу. Участие в экологическом десанте также приняли представители городских ТОСов. Мы выходим каждый год и убираем достаточно большое количество оставленного туристами мусора, в том числе мусора, который выносят талыми водами. Экологическая акция нашим рекам и озёрам «Чистые берега» продлится до середины сентября. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин. Телеканал «Север». Продолжение следует...